Брутальный мужик с большими руками. Некоторые носят серёжки, некоторые носят ожерелья. Но вот Александр Лукашенко окружил себя в качестве украшения молодыми женщинами. Стандартная трофейная жена. У Элизи Ермошина и Александра Лукашенко тоже особые отношения. Они смотрятся, как муж и жена. Хибо мужчины на этих посадах не так сами себя отживают. Они же так сами сидят тихо, как мыши под веником не высовываются. Я не соглашусь, потому что всё-таки несколько мужчин в системе власти Лукашенко это игроки. Я думаю, что с одной стороны тот же самый Владимир Макей. Да, он слушается Лукашенко, но с другой стороны он всё равно принимает самостоятельные решения. Нет такого ощущения, что это человек, который просто озвучивает некие цифры или делает исключительно то, что ему говорит Александр Лукашенко. Аналогично можно сказать и про любого министра МВД. И Шуневич, и сейчас Караева. Есть ощущение, что это всё-таки более самостоятельные игроки. И про председателя КГБ Валерия Вакульчика, и про многих других силовиков. А ли вы не согласитесь? Ну, а у Ермошиной когда она показывала себя как самостоятельную игру? Я скажу, калі. Вот, мяновито, до нашей темы. Як мы ведем, Мария Василеевича выиграла выборы, але она отримала самый меньший процент, 27% з усіх тих, кто выбрал выборы. И многие, скажем так, стебались, что Ермошина, которая, калісті, выказалася, что не треба таких молодых парламент, вот выказала своё фи таким чином. Да, есть такое. Но, с другой стороны, мне кажется, у Ермошина и Александра Лукашенко тоже особые отношения. Они очень часто как раз, когда стоят рядом, они смотрятся как муж и жена. Вот, если присмотритесь на фотографии, понятно, что... Я не говорю про любовную связь между ними, да, но есть... У меня есть ощущение, что Ермошина всё-таки относится к Александру Лукашенко не совсем как к своему начальнику, а у неё есть такие тёплые чувства. Она, ну, вот, взглядом заметна и так далее. Поэтому я думаю, что здесь была такая очень женская месть, скажем, более молодой, красивой женщины, более молодой, красивой женщины, на которую обратил внимание тот мужчина, который ей интересен. Именно как мужчина, не как начальник. В тым же Советском Союзе номенклатура не могла себе такого публичного дозволить. Любого чиновника, любого невеликого начальника могли прописоваться на парткоме. Мы ведаем все эти анекдоты, это реальное житё. О всяком разе, его карьера могла потерпеть, кали его заводилася официнная полюбовница, про якую інши ведали. Гэта было недопышально. Чому что Лукашенко изменил гэта нарратив? Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, это были советские традиционные ценности, во-вторых, всё-таки от женщины белорусское общество ожидает, что она будет сексуально привлекательной, она будет молодой. У нас есть культ молодости для женщин, это очень заметно. И также, что она будет, скажем, украшать мужчину собой. И поэтому не зря появляется термин «трофейная жена», например, да. И в данной ситуации это, конечно, не жена, но трофейная спутница. И для Лукашенко, на мой взгляд, эти молодые женщины — это что-то вроде украшения. Ну, некоторые носят серёжки, некоторые носят ожерелья, но вот Александр Лукашенко окружил себя в качестве украшения молодыми женщинами. Но я бы хотела ещё вернуться как раз к женщинам. Ну, почему женщина выбирает Лукашенко? Потому что мы говорили только про психологический фактор. Но есть ещё и социальные факторы, потому что женщина в белорусском обществе, она более уязвимая группа. И мало того, опять-таки, если мы говорим про традиционные ценности и традиционное ожидание женщин, то ожидания женщин в белорусском обществе таковы, что она должна заботиться о ещё более уязвимых группах. Это, как правило, дети и более старшее поколение. И поэтому не зря наша организация «Наш Дом», она как раз даже вводит специальный термин для женщин, особенно из регионов. Это женщины-сэндвич-поколение, когда женщина, особенно среднего возраста, она оказывается зажата между заботой сразу и о детях, и, как правило, о матерях, отцах своих, либо мужа, либо партнёра. И общество ожидает, что она должна этим заниматься. И это неоплачиваемый труд. Собственно, никто женщине не платит ни там, ни там, но при этом получается она в очень уязвимой позиции, потому что она вынуждена соглашаться на более дешёвую работу, менее оплачиваемую. Она должна соглашаться на менее выгодные условия труда. И, что более важно, она более лояльная. Она не может так активно защищать свои права, в том числе трудовые, потому что на ней висят, собственно, с двух сторон вот эти поколения. Цикава, что вот гэтую манеру, якую Александр Лукашенко вёв опошние годы, что ваколы его завсёды ёсць молодые и симпатычные, он фактично опошним часом пачал переносить на всю номенклатуру. Я маю на вазе той знакамиты «Венский бал», где журналисты с публичных фотографий официнных зауважали, что многие чиновники были там не со своими жёнками, які дают интервью и довольно симпатичные представничные выглядают, а они были знов таки з некими девчинами с протоколу, невядома публике, кто они такие. Вот гэта не уже, гэта, скажем, некая, не веду, середневеча, там ци некая азяча, но можа перенесціся на всю номенклатуру, ця это тульки асаблівасть, минавіта специфики характеру Александра Лукашенки. Нет, это как раз, я думаю, не специфика характера, это специфика восприятия роли женщины в обществе. Есть женщина, скажем, вот женщина воспринимается как объект, она не воспринимается как субъект по разным причинам, поэтому получается, что женщина — это функция. Вот есть жена, её функция дома, готовить, убирать, обеспечивать тыл или быт, есть девушки для протокола, у них функция, соответственно, украшать мужчин с собой, во время баллов, поездок и так далее, есть женщины-функции, которые должны, например, писать протоколы во время избирательной кампании. Это тоже функция, это не субъект. Вот вы по шатку размолы сказали, справедливо, что со свечкой мы не стояли, мы не можем мерковать про характер относинного, але інші, скажем, навод проставники СМИ дозволяють себе гэта, суцветная, вядомая, авторитетнішая выдання газета британская The Times написала артыкул про гэтую тэму, и теперешню депутатку палаты проставникову Марью Василевич назвала там полюбовницей Александра Лукашенко, она в адказ написала такий гневный пост, что вот як можно, як можно, але, ну, что іще павинны думаць про такі адносины, калі, ну, яна выиграла конкурс про гажосі, потім стала павсюль з'являцца с Александром Лукашэнком, мы бачили кадры, калі падчас там хоккейного, здаецца некого спортивного матча, ён ёё так обдымал на радастях, і потім ана становецца депутаткай, які варіанты ў людзе, а цэниваць такі адносины вогулі, які ж ёё версія? Марія Василевич, она как раз стандартная трофейная жена, но только не жена в данной ситуации, такой ценности, і в палату представителя она би, конечно, не попала. В палату представителя она как раз для того, щоб повысить ё більше ёё статус, как спутнице, которая знаходиться рядом с Лукашенко. Я не буду оценивати характер, есть ли ён 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 ён. Это действительно очень сложно говорить, но я бы сказала, что для меня вот Александр Лукашенко рядом с ней смотрится как дедушка, вообще как Дед Мороз и Снегурочка, и если он надеется, что её молодость и красота каким-то образом перенесутся на него, то как раз я бы сказала, что когда рядом с ним находятся женщины 30+, ухоженные, красивые, образованные, как его предсекретарь, например, он выглядит гораздо более импозантным мужчиной, ну, с моей точки зрения. Когда находится совсем молоденькая девушка или женщина, то это как-то выглядит так себе. Но я бы хотела ещё подчеркнуть, есть довольно интересное исследование, почему, например, в последнее время всё больше и больше женщин так или иначе приходят во власть или в систему власти Лукашенко, или такое ощущение, по крайней мере, складывается, если мы видим, особенно на вип-позиции. Было в Англии проведено довольно интересное исследование, и как-то с удивлением для себя исследователи обнаружили, что если в какую-то сферу приходит очень много женщин, эта сфера, зарплаты в этой сфере значительно падают. То есть если мы хотим где-то сократить расходы, нам надо привлекать женщин в эту сферу. И я думаю, что как раз... То есть сейчас-то как раз женщины... Как ни странно, да. ...социальные сферы, министр социальной обороны завсёдой, Беларуси была женщина. Вот такие, скажем, культура и социалка. То есть если мы хотим как раз увеличить зарплаты в культуре и социалке, нам туда нужно привлечь больше мужчин, и зарплаты вырастут сами собой. Они автоматически начнут подрастать. И если это даже в Англии работает, то это работает, соответственно, и в Белоруссии. И я думаю, что для Лукашенко тут два важных фактора. Женщины более дешёвые, они требуют меньше зарплат, и при этом они более лояльны. Потому что они более уязвимые, и себя так и воспринимают, в принципе, более уязвимыми. И я очень часто разговариваю с различными чиновницами или из госаппарата. Они вот так как-то себя и воспринимают, что мы не имеем права требовать что-то, мы должны слушаться. Как вы воспринимаете то, что завсёдым в окол Александра Лукашенко, а пошние годы мы бачим симпатичных молодых, переважно брюнеток, а не бландынок, чомусь цена даёт перевагу брюнеткам. И гэта меняются твары, але принцип застаётся. Про что, по-вашему, каже гэты принципы? Вы знаете, вся система власти Лукашенко, она, в принципе, опирается на два крыла. Я бы так сказала. Есть такой очень чёткий гендерный водораздел. Одно крыло у нас мужское, и второе крыло у нас женское. Мужское крыло — это силовики. Собственно, все представители силовых структур традиционно — это мужчины. И женское крыло — это судьи, члены избирательных комиссий и, как правило, работницы исполкомов в том или ином виде, в различных структурах. И если мы говорим про молодых женщин вокруг Лукашенко, то всё очень объяснимо с точки зрения такого традиционного патриархата, традиционной патриархальной системы в Беларуси, потому что какой шанс у молодой, умной, красивой женщины в Беларуси сделать карьеру? Каким образом она может сделать это? Ну, естественно, самый простой путь — это пойти куда-то поближе к Александру Лукашенко. Ну, это некольких человек на всю краину, а стать не робить карьеру по-иншему. Ну, тем не менее, всё равно социальные лифты, если говорить про государственную службу для женщин, они работают определённым образом. Если она хочет сделать карьеру в государственной службе, она должна идти либо в исполком, либо в суде, либо так или иначе сделать карьеру как член или председатель, секретарь избирательной комиссии. У силовых структурах, скорее всего, у неё карьера настолько быстро и ярко не получится. Но вы, скалі, вы казали про гэту участку жанчины, які, скажем, патрымуюць уладу у выборчых комиссиях, там, в аканкамах, то таксама тут можно узгадать истологичные доследования, паводли яких, ну, долгие годы не проводилися, жанчины больш ахвотно галасуюць за Александра Лукашенко, чым мужчины. И чым это можно патламачыць, калі Александра Лукашенко, ну, так сабе паводзець, там ліку в гэтам аспекте? Вы знаете, есть несколько факторов, почему так происходит. Во-первых, Александр Лукашенко все 25 лет потратил довольно много времени и усилий для того, чтобы формировать очень ясный образ, каким должен быть лидер. это такой брутальный мужик с большими руками, очень шумный, как правило, да, большой. И это, в любом случае, это мужчина, так или иначе. И понятно, что женщины на Александра Лукашенко, они реагируют больше, уже не зря говорят про себя, что он там батька, глава семьи, он всегда старается белорусов показывать, как таких неразумных детей, да, то есть не партнёров, скажем так, в семье, а тех, о ком надо заботиться. Женщины его вот примерно так и воспринимают, с учётом особенно того, что очень у многих женщин, особенно в регионах, как правило, это по разным причинам мужа и нет, или партнёра, потому что мужья работают либо в Россию, либо в Евросоюзе. То есть, вы такие психоанализы заразы. Лукашенко для них такой идеал мужчины, которого бы они хотели видеть рядом, добычек семьи, который всех обеспечивает и так далее. Это как бы один фактор. И то, что у этого идеала есть помощь молодых девушинок, и этих женщин, например, среднего взрослого, всякие основные выборщицы, не хваляя, ничем не брая. Всё дело в том, что в традиционной такой модели семьи это бывает довольно часто, когда состоятельный мужчина уже таких преклонных годов заводит себе молодую женщину рядом. Не буду давать оценку в качестве любовницы или нет, мы со свечками не стояли, но тем не менее, она находится где-то рядом, как спутница для того, чтобы самому себе казаться моложе и энергичнее. Поэтому, в принципе, это очень традиционно. Это можно сказать, что и в России, и в Беларуси это очень стандартно.